Позвольте представиться, прежде чем начать свою лекцию. Меня зовут Багаудинова Найля Гумеровна, директор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Мы продолжаем второй день школы экономического анализа, который в этом году с помощью наших друзей и коллег проходит на территории Казанского федерального университета. Мы сегодня поговорим о самом интересном событии, тяжелом, непростом событии 2020 года, с которым мы столкнулись в этом году. Мы его называем по-разному. Слово «кризис», по-моему, слышится чаще, чем в 1929 году. И мы, говоря о пандемии, решили все-таки вспомнить опять, что же такое кризис, что это такое, с чем его едят и как вообще он воспринимается. Итак, что же такое кризис? Нет, рано вы перевернули мне. Кризис, прежде всего, это ничего страшного в этом слове нет и в этом определении нет. Это все-таки переломный пункт, поворотный, переворот, состояние, в котором существующие средства достижения цели становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации, но они же являются, это уже мое дополнение, средствами и новыми возможностями продвижения, роста и вообще развития человечества. Теперь я бы хотела поставить, прежде чем поставить следующий слайд, мы всегда выводим, говоря о кризисе, выводим вот этот иероглиф, который как бы показывает, что такое кризис. Он состоит из двух слов. Первое слово – это опасность, а второе слово – это возможность. Первое – опасность и возможность. То есть одновременно с опасностью появились новые возможности. Мы очень много услышали негативной информации. Часть негативной информации мне придется все равно изложить. Но мне бы сегодня очень хотелось поговорить и рассказать вам о тех возможностях, которые открывает тот или иной кризис, с которыми мы сталкиваемся. Если мы с вами увидим, посмотрим на следующий слайд, мы увидим новые угрозы, которые дала нам пандемия. Как правило, основным событием 2020 года – это COVID-19, это непонятная инфекция, которая полностью изменила нашу жизнь, изменила наше общение, изменила наши связи, изменила очень многое течение нашей жизни, изменила нашу мобильность. К нам не могут приехать студенты, которые уже к нам поступили. Мы не можем увидеться с теми, кого очень давно не видели. Мы не можем даже порой встретиться в ресторане или где-то в кафе с теми, кого любим. Это очень непростой период нашей жизни. Итак, те риски, с которыми мы столкнулись, исходя из того, что к нам пришла пандемия. Здесь показаны риски здравоохранения, риски ликвидности экономики, политические риски, бюджетные и социальные риски. На этом слайде можно очень долго оставаться, можно, скажем так, много говорить. Это практически карта современных рисков, вызванная COVID-19. Вы видите, что сегодняшний день и риски, вызванные COVID-19, затрагивают не только здравоохранение, они практически затрагивают все сферы и отрасли нашей деятельности. Но вы видите, и мы сталкиваемся с теми проблемами, которые есть в здравоохранении. Я не хочу сказать, что социальные риски все имеют тот вес, то значимость, которые здесь выведены. Но, по крайней мере, в ряде стран мира есть и рост преступности, есть банкротство. Но безработица и бедность, естественно, изменение прослойки людей, соотношение бедных-богатых людей и рост безработицы присутствует почти во всех странах мира. Здесь же представлены политические риски, бюджетные риски. По политическим рискам мы сразу видим, что один из вопросов – это доверие к власти. И мы понимаем, что самыми популярными становятся те страны, где власть быстро принимает решения по защите своих граждан от болезни, по закрытию тех или иных территорий. Мы видим бюджетные риски, мы видим риски ликвидности. Я не хочу останавливаться на каждом из них. Итак, давайте поговорим о том, о чем редко сейчас говорят, о тех новых возможностях, которые дала нам пандемия. Итак, сейчас мы рассмотрим те топы отраслей, которые стремительно росли во время пандемии. Мы привыкли говорить о том, как плохо, о том, как растет количество заболевших, о том, что нет вакцины. А сейчас мы поговорим о том, что в этот период произошли сдвиги, помимо того, что часть людей стала намного богаче, чем другие. И сейчас мы посмотрим те отрасли, которые выросли. Это на всякий случай для того, чтобы определиться с теми профессиями и теми отраслями, куда надо идти работать в перспективе. Итак, что выросло в период пандемии? Как вы считаете, продуктовый ритейл, где мы с вами покупали продукты? В интернете. Пожалуйста, следующее. Курьерские службы, помним? Практически, если вот говорить о продуктовом ритейле, спрос на представителей продуктового ритейла вырос на 300%. А то, что касается курьерских служб, нам вот даже есть вот данные о том, что зарплаты некоторых курьеров в кризис доходили до 150 тысяч рублей в месяц. Онлайн-образование. Как вы оцениваете? Выросло оно? Изменилось? В какую сторону оно изменилось? Выросло это как? Но, естественно, сама пандемия, сами карантинные меры привели к тому, что онлайн-образование стало основным видом общения преподавателя и ученика. Выросли услуги на все виды репетиторства еще больше. Все занятия перешли в онлайн. Но скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я вот привыкла лекцию читать не только на экран, но все-таки общаясь, пользуясь тем, что здесь и коллеги, и студенты присутствуют. Онлайн-образование – это все-таки заочное образование или нет? Вот как вы считаете? Почему? А онлайн вам сейчас не дает навыки общения? Ну, мне кажется, чуть меньше. Я, как преподаватель, вот здесь сидит с одной стороны преподавательский состав, а с другой стороны студенческий состав. Во-первых, трудоемкость труда преподавателя, коллеги, увеличилась во сколько? Ну, как минимум раза в три. В десять. Да, вот, вот, то есть вы можете представить, что здесь я могу отвлечься, что-то вам пошутить, если что-то забыла. Когда я читаю только на онлайн, я это не могу себе позволить. Я должна четко вести лекцию. Скажите, пожалуйста, а с чем это связано, что вы считаете, что это заочное образование? Ведь образование, когда человек получает определенное количество знаний и получает то качество обучения, которое ему нужно. Вы хотите сказать, что у нас идет снижение качества обучения? Ну, вот, в высшем образовании я считаю, что нет такого, что, потому что уже студенты нацелены здесь на образование, а вот, к примеру, в среднем, в школе. Мы сейчас говорим о том, что ряд школ не был готов, о чем и Кравцов сказал, что ряд средних специальных, особенно средних образовательных учреждений, то есть школ не был готов к онлайн-образованию. И часть уроков просто ушли порой в WhatsApp, в Telegram и так далее. Но я об этом по ВУЗам сказать не могу. То есть преподаватели четко отработали. И мы, я считаю, что в этом году защиты ряда дипломных работ и выпускных квалификационных работ даже прошли качественнее, потому что, прежде всего, студенты в ТИМСе нашли всех преподавателей. Вы в этом году всех нас нашли, потому что мы все в группах. И я помню репетицию ОСМ перед защитами, когда в 2 часа ночи вся комиссия была просто разбужена тем, что ОСМ репетировал свою защиту. В этом году не надо нас будить. Мы как бы все равно будем готовы. Но факт тот, что эти процессы происходят. Итак, значит, скажите, пожалуйста, пандемия и онлайн-образование дает возможности получения новых навыков и получения новых профессий? Дает. Вот я знаю, что есть люди, которые, ну, все-таки многие же вещи было делать нельзя. Многие люди просто кто-то подучил язык, кто-то что-то доздал. Я даже знаю, что у нас некоторые ребята, кто имели академические задолженности, тоже их доздали. Потому что было время подготовиться и можно было найти преподавателя. Правильно? Тогда давайте все-таки скажем, что это все-таки та сфера, которая выросла и дает нам определенные возможности. Ну, следующая, конечно, отрасль, о которой нельзя сказать, это айти-сфера. Ну, вот, ребят, скажите, айти-сфера изменилась? Да. В какую сторону? В лучшую это как? В лучшую это как? Так, то есть мы везде. То есть если мы когда-то что-то делали, зайдя в какое-то учреждение, мы сейчас все делаем из дома. Наверное, мы поменяли часть гаджетов или усилили их память, правильно? То есть это же тоже рост. То есть скажите, вот здесь мы говорим о разных отраслях, я потом еще скажу. Нет еще одной отрасли, с которой я просто сама столкнулась лично, но мы просто коллективно все это готовили. Итак, значит, рост айти-сферы. Так, следующая сфера. Как вы считаете, выросла эта отрасль? Спортом стали больше заниматься? Я даже знаю людей, кто во время пандемии похудел, потому что было точно время занятий спортом, и люди как-то, ну, во-первых, они все купили то, что давно откладывали, им все привезли домой, курьеры, и мы уже знаем, что они как бы привели себя в форму. У вас есть такие примеры? Да. Есть. Хорошо. Юридические услуги. Как вы считаете, чем вызван рост юридических услуг во время пандемии? То есть, чтобы платили за плату, ну, кредитинского должны платить, как бы, на время удаленки. Наверное, мультивидические работодатели были с этим согласны, а может, кто-то хотел как-то незаконно уволить. С одной стороны, да. Но я скажу с тем, что, естественно, я вот оптимистка, я вот хочу с вами разговаривать и говорить о кризисе на оптимистической ноте. Все-таки прививаем молодому поколению уверенность в себе, потому что многие из вас заходят в новую жизнь без... Не должны бояться. Как бы жизнь, она сопряжена с различными моментами, и кризис, к которому мы пришли, он дает, наоборот, нам больше навыков и умений жить дальше. Это ни в коем случае не изменяет нашу жизнь, а наоборот, дает новые возможности. А в данном случае юридические услуги связаны с тем, но мы прежде всего, если опять вернемся к карте рисков, не надо возвращаться, у ребят есть карта рисков, они все равно ее увидят. Значит, там есть такие моменты, связанные с банкротством предприятий. Очень многие предприятия, которые вышли на банкротство, и малые предприятия, мы будем об этом говорить, когда будем рассматривать ситуацию в республике Татарстан, естественно, были нужны консультации юристов. И, естественно, рост юридических услуг произошел. И юристы, в зависимости от того, исходя из того, что они работают вместе с документами только ручкой и мозгом, они, естественно, все консультации давали онлайн, и как бы все эти вещи, естественно, выросли. Потому что количество юридических консультаций возросло. А еще возросло. Вот мы сейчас будем говорить уже о других моментах. Мы не показали, но я думаю, зря вот мы не показали со своей командой, здесь нет этого слайда, что нам дала пандемия. Мы очень, не надо пока, оставьте по юридическим услугам, мы очень редко говорим на эту тему, но пандемия закрыла нас всех в домах. Что это привело? Первое. Каждый понял, с кем он может жить и хочет ли он с этим человеком жить. Удобно ему с ним жить или неудобно ему с ними жить? Или удобно ему жить в этом жилье или неудобно? Поэтому у нас с вами, если вы пойдете, мы здесь не приводили, потому что еще нет статистики официальной, практически статистику привел только Китай. И частично привела Италия. Дело в том, что пандемия привела к резкому росту разводов. Это один из социальных кризисов, в которые входят в условиях пандемии. Люди вдруг поняли, что с теми, с кем они живут, им не комфортно. И в связи с этим, что люди вдруг стали понимать, что им не совсем комфортно жить с теми, с кем они живут. Какой рынок стал расти? Ну-ка скажите мне, уважаемые студенты. Рынок недвижимости. Рынок недвижимости. Потому что прежде всего, чем пойти к психологам, надо разъехаться, мой дорогой. Да. Почему юристы? Раздел имущества. Абсолютно прав. Кандидат юридических наук, доктор экономических, профессор Туфи Тулов. Абсолютно правильно. У нас возникают две проблемы. Поэтому рост недвижимости. Мы не привели цифры, но в целом по республике Татарстан идет рост недвижимости, рост съема недвижимости на летние месяцы и рост продаж недвижимости вообще. Я знаю, что этим летом продали дачи все, кто не мог продать в последние 5-6 лет. Люди просто совсем простились, если у них были лишние дачные участки. То есть все это вдруг стало нужным. Люди стали искать хоть какие-то места, куда надо разъехаться. Естественно, вырос рынок услуг психологов. Это, ну сейчас вообще мы уже идем несколько по американской модели. Мы не собираемся на кухнях и не обсуждаем то, что нас ждет. Мы идем к психологу и нам сказали, мы не хотим, порой даже твой друг тебе говорит, мы не хотим тебя слушать. Я тебе дам телефон хорошего психолога, иди сходи с ним, поговори. Но это то, что пришло к росту. Итак, ну а сейчас мы переходим к теме, ну скажем так, одной из основных тем нашей республики. Это предпринимательский климат в нашей республике, в республике Татарстан. Сказать о том, что у нас неплохо, это ничего не сказать. У нас в самом деле неплохо, но как это было достигнуто, позвольте мне попытаться вам это, значит, раскрыть. Ну здесь я представляю предпринимательский климат как систему значимых для осуществления предпринимательских факторов, условий. Значит, это какие факторы у нас играют ключевую роль. Ну мы это знаем, что нормативно-правовые, административные, инфраструктурные, финансовые, экономические и социальные. Каждая группа важна, естественно, и играет свою ключевую роль. И, конечно, основной, наверное, это что мы хотим сказать. Значит, сейчас я вам представлю цифры, которые сделаны совместными Министерством экономики и Агентством стратегических исследований о том, какой был Татарстан и что было у нас в Татарстане, начиная с пандемии. Итак, пожалуйста, сильный спад деловой активности в апреле. Значит, у нас в апреле по сравнению с мартом, вот здесь показаны цифры, по сокращению объема платных услуг населению, уже началось с марта месяца, у нас изменилась розничная торговля непродовольственными товарами, видите, почти на треть. У нас изменилась динамика промышленного производства, также идет отрицательная предприниматели ПФО. Вот практически один в один проблемы, с которыми столкнулись предприниматели ПФО. Практически 19% это потери клиентов и потери спроса. Естественно, клиенты остались дома, они уже не стали никуда ездить. Затем задержка оплаты контрагентными коммерческими структурами. Сложность выплаты заработной платы, рост цен на сырье, сложности с арендой помещения, закрытие точек продажи, неисполнение обязательств поставщиками, ограничение на перевозку и поставку продукции, сложность с обслуживанием клиентов, с обслуживанием кредита, задержка оплаты контрагентными госструктурами, нестабильная интернет-связь и ограничение на экспорт. Практически вот эти вещи и легли в формирование мер поддержки бизнеса. И мы с вами понимаем, что вот это все проблема общероссийская. То же самое мы с вами увидим в республике Татарстан. А теперь мы посмотрим, как изменилось промышленное производство малых предприятий в январе-августе 2020 года за 8 месяцев. Практически. И вот обратите внимание на цифры. Кажется, мы берем 8 месяцев. Мы берем не 4 месяца. Апрель непоказательный. То есть мы сейчас пойдем на другие таблицы. Апрель, март, апрель непоказательный. Вот смотрите, что у нас меняется. Смотрите, как ни странно, обрабатывающие производства не упали. Производство пищевых продукций. Рост. Производство напитков. Рост. Производство текстильных изделий. Практически все же никуда не уехали, стали же шить здесь что-то. Значит, производство кокса и нефтепродуктов. Производство лекарственных средств и материалов. Я думаю, что это еще не совсем правильные цифры. Я думаю, что их еще больше будет. Производство кинзиновых и пластмассовых изделий, куда тоже входит часть материалов. Металлургическое производство. Электрическое оборудование. Пожалуйста. Как изменился предпринимательский климат в Татарстане. Так что упали не все. Это говорит о том, что кто-то получил новую возможность развития. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы видим начало пандемии в сопоставимых ценах к 2019 году. Мы видим самые провальные месяцы. То, о чем я вам говорила, пожалуйста. Это вот у нас с вами розничная торговля. Соотношение. Значит, сверху у нас идет график розничной торговли. А затем у нас с вами идут платные услуги. Вот, пожалуйста, как изменилась ситуация. То есть, если сильнейшее падение апрель и уже начиная с мая у нас начинается рост. Конечно, надо отдать должное нашему правительству, республике. Но мы пока говорим о тех моментах, которые необходимы для предпринимателей. Значит, вот факторы, которые ограничивают рост производства. Значит, это неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, недостаточный спрос на внешнем рынке, недостаток финансовых средств, высокий процент коммерческого кредита, конкурирующий импорт, ну, ограничение, отсутствие ограничений, недостаток квалифицированных рабочих, изношенность, отсутствие оборудования. Значит, это вот у нас с вами такой следующий момент. Теперь у нас с вами следующий слайд. Это мы показываем основные проблемы, с которыми обратились предприятия малого и среднего бизнеса в Министерство и ведомство Республики Татарстан. Вот основные вопросы, которые рассматривали наше Министерство и ведомство. И, конечно, меры по поддержке для бизнеса были рассмотрены всегда. То есть разъяснение по мерам для поддержки бизнеса, какие есть, где и как получить субсидию, вопросы по включению акведов в перечень отраслей наиболее пострадавших. Вы знаете, что это такое? Надо объяснить. Значит, знаете или нет? Не знаете. Значит, дело в том, что основная проблема, с которой столкнулся малый бизнес во всей стране, это, ну, скажем так, код их деятельности. Кажется, вот я уже обычным языком более понятным, есть так называемый код деятельности. Вот, например, у высшего учебного заведения есть код определенного образования. Но это учреждение может дополнительно заниматься определенными другими видами деятельностей, коды которых указаны в уставе предприятия. Малые предприятия порой нацелены только на один или на два вида деятельности. Как правило, это бывает или четко строительство, или продажа, или производство каких-то изделий. Вот если код указан неправильно, эти предприятия не смогли получить помощь предприятию. То есть у нас были, есть постановление правительства Российской Федерации о том, чтобы эти предприятия получили помощь, но не все предприятия были оформлены согласно тем кодам, согласно тому перечню предприятий, которые пошли как наиболее пострадавшие. Помните, наверное, что шоу-бизнес просил, чтобы их там признали наиболее пострадавшим, кинозалы или еще что-то, помните, да? Это вот и есть те самые акведы, то есть коды деятельности, экономической деятельности, по которым определяется род деятельности того или иного предприятия. Затем, значит, предложение от ассоциации по мерам поддержки в различных сферах деятельности, но были отдельные обращения от общественного питания, гостиничного бизнеса, торговых центров, транспортных компаний. Ну, вы знаете, что очень многие, особенно предприятия общественного питания, очень многие представители общественного питания как в Республике Татарстан, там так и везде по России писали, потому что я думаю, что никто так не пострадал, как общественное питание именно вот в месте закрытия, еще, наверное, кино. Следующий вопрос. Это вопрос по возможности работы в условиях режима повышенной готовности. Затем очень много было вопросов в налоговой сфере, потому что неправильное указание кода деятельности предприятия привело к тому, что, естественно, они не попали ни под льготы, и у них требовали отчетность вовремя, им отказывали в представлении субсидий, им не меняли налоговый режим. Но следующее, мы столкнулись все самые, один из самых популярных обращений, это как оформить перемещение по городу. Мы все с этим столкнулись, но я думаю, что Республика Татарстан одна из немногих, кто очень правильно отрегулировал период ограничения перемещения. Мы все знали все свои коды, мы, по-моему, выучили все свои паспорта и знали, кто куда едет и зачем. И затем сам один из моментов, это возможность урегулирования споров между арендодателем и арендаторами в торговых центрах. Это был тоже один из основных вопросов, который всегда обсуждался, потому что кто-то сократил аренду, кто-то не сократил аренду, кто-то съехал, кто-то не съехал. То есть вот эти моменты остались. Следующий слайд, дайте мне, пожалуйста. Здесь у нас план мероприятий. Здесь указано мероприятие по распоряжению Кабинета министров Республики Татарстану 20 марта. Здесь у нас, скажем так, основные мероприятия. В Республике Татарстан была создана рабочая группа, которая до сих пор в ежедневном режиме проводит анализ и мониторинг текущей ситуации финансо-экономического состояния всех наших предприятий, включая малые и средние. Занимается контролем за реализацией мер государственной поддержки. Естественно, рабочая группа работает в тесном взаимодействии с федеральными органами власти, бизнесом, банками. И практически, вот как дают справку и Минэк, и Минфин, то есть с начала ограничительных мер были введены еженедельные онлайн-встречи с предпринимателями в отраслевом формате. Но это вот как раз по информации Министерства экономики Республики Татарстан. И исходя из того, что еженедельно встречаются с предпринимателями, докладываются в правительство Республики Татарстан, а потом уже в Российскую Федерацию о тех проблемах, которые у нас есть. Но, как правило, Республика научилась часть вопросов снимать на месте. И вот здесь как бы здесь указаны такие вот основные меры, которые Республика предпринимает. Это обеспечениями товаром первой необходимости и поддержка населения. Может быть, это кажется такой обыденной мерой, но мы знаем, что Республика Татарстан по обеспечению товаром первой необходимости и поддержке населения сделала очень многое. Вот мы не привели здесь все фотографии, которые были, что были отдельно, специальное обеспечение предметами первой необходимости за счет бюджета пенсионеров, инвалидов. Вы все прекрасно знаете, и я думаю, что студенты помнят, как Казанский федеральный университет в самые тяжелые дни пандемии их поддержал. Вы помните это? Или нет? Или вы уже об этом не знаете? Было. То есть были моменты, когда продуктовые наборы практически раздавались, особенно в общежитиях, тем ребятам, кто у нас, особенно зарубежным студентам, которым было не так просто. Но здесь просто присутствует же первый курс магистратуры. Это-то было у нас те уже, те, кто получили, уже может быть и закончили, а вообще поддержка была очень конкретная и сильная. Затем, конечно, то, что нам не так близко, но мы очень хорошо знаем, это поддержка отраслей экономики, которые оказались в сонне риска. Здесь уже были дополнительные распоряжения кабинета министров республики Татарстан, когда были эти меры поддержки приняты. Отдельная программа была по поддержке малого и среднего предпринимательства. Мы очень плотно работаем с Комитетом по поддержке малого предпринимательства, с Министерством экономики. И мы, по-моему, также в еженедельном режиме знаем, что у них там происходит. Поэтому мы представляем, как они примерно помогают предприятиям малого и среднего бизнеса. Затем общесистемные меры. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот здесь уже как бы республиканские меры финансовой поддержки для предпринимателей. Это и льготные микрозаймы, это и субсидирование процентной ставки по кредиту, это гарантированная поддержка по представлению поручительства и реструктуризации, субсидирование стоимости доставки продуктового питания и еды. Практически общее финансирование этих мероприятий составило более 2 миллиардов рублей. В республике проводится постоянный мониторинг предпринимательского климата. В некоторых даже случаях индивидуальный даже мониторинг по тем или иным направлениям. Выборочное обследование деловой активности промышленных организаций в республике Татарстан проводится на постоянной основе. В сентябре 2020 года в опросе по ситуации в предпринимательстве приняли участие 160 организаций. И сейчас мы скажем так, какие основные моменты руководители предприятий указали, как основные меры, что там те задачи, которые нас ждут, и вообще те итоги, которые мы с вами увидим. Вот опрос уже по сентябрю. Итак, по результатам. Опрос предпринимательского сообщества. Деловая активность. Вот смотрим. У нас с вами есть сентябрь 2019 года, удовлетворительная, неудовлетворительная и благоприятная, и сентябрь 2020 года. То есть пока, ну скажем так, неудовлетворительной даже меньше, чем в сентябре 2019 года. Но все-таки определенные моменты оптимизма по текущей ситуации есть. Теперь оценка предпринимателей перспектив на ближайшие 6 месяцев. Пожалуйста, смотрим здесь. Вот у нас есть сентябрь 2019 года. Сентябрь 2019 года показывает нам, то есть ухудшение 8, в сентябре 2020-2013. Улучшение, естественно, меньше, без изменений 65. То есть как бы пока перспективы такие, но надежды есть на хорошее, ну на будущее. По крайней мере есть вот июнь, есть сентябрь. Теперь спрос на продукцию как поменялся. Мы с вами смотрим, значит, текущая ситуация, как предприниматели оценивают спрос на продукцию. Ну если мы сравним по текущей ситуации, то спрос на продукцию есть даже небольшое увеличение. Ну где-то без изменений, где-то небольшое увеличение. Я считаю, что по ситуации, которая есть сегодня, думаю, что это даже неплохо, потому что мы не просто выходим из кризиса. Практически сейчас тоже будет очень непростая ситуация. Вот перспективы на ближайший квартал, как оценены уже у нас предпринимателями в сентябре 2020 года. Но немного говорят об увеличении, кто-то говорит о снижении, кто-то говорит без изменений. Значит, следующий момент ситуации предпринимательской, это выпуск продукции. Значит, вот мы смотрим, как меняется выпуск продукции. Выпуск продукции, как у нас с вами меняется. То есть практически ожидается определенное, ну даже если мы стоим на месте, иногда это лучше, чем как бы упасть. То есть у нас по основным видам продукции, как меняется ситуация, и как по инновационным продуктам. Но мы видим, что, ну как бы пока такой осторожный оптимизм у нас, у предпринимателей. Также перспективы на ближайший квартал по выпуску продукции. Та же ситуация осторожного оптимизма. Ну где-то даже уменьшение, где-то без изменений, но в надежде, что все-таки это поменяется. Следующий момент у нас с вами. Изменение запасов готовой продукции, сырья и материалов. Практически я же говорю, тот же самый осторожный оптимизм. Это мы, если мы сравниваем сентябрь 19-го, июнь 20-го и сентябрь 20-го, то по сравнению с июнем, ну ряд цифр немножечко дает моменты такого осторожного оптимизма. запасы сырья и материалов. То есть они тоже как бы немножечко увеличиваются. Где-то, по крайней мере, даже если идет снижение сырья и материалов, это говорит о том, что идет дальше какое-то производство. Следующий слайд. Изменения прибыли. Ну вот здесь, значит, по прибыли, что мы делаем. То есть по текущей ситуации, я же говорю, у нас такая ситуация осторожного оптимизма и перспективы на ближайший квартал. Если в 2019 году мы знали, что мы где-то вырастем, июнь даже дал какой-то рост, но сентябрь дает определенное, уже в сентябре настроение на снижение, потому что все равно идет определенный рост заболеваний. Как изменится цена на продукцию у нас с вами? Ну это вот в связи с тем, что стал меняться, видимо, геополитическая ситуация, играет рубль. Вот здесь немножечко такие изменения по текущей ситуации на цены на продукции, то есть где-то будет определенное повышение. Без изменений чуть-чуть уже снижается такой процент. То есть все-таки многие думают, что цены поменяются. И вот на ближайший квартал, я же говорю, Татарстан работает в рамках осторожного оптимизма. Так, это значит цены на продукцию. И у нас с вами следующий слайд. Это комплексные меры поддержки, которые, ну скажем так, чтобы мы не говорили о пандемии, Россия поднялась на третью позицию в рейтинге до бизнес-2020. Значит, это по итогам, скажем так, тем, которые мы по комплексным мерам поддержки. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, значит, вот здесь предпринимательский климат, комплексные меры поддержки. То есть практически мы практически достигаем этого по ряду формальных показателей. Несколько увеличилось условие для получения кредитов, упростилась регистрация, закрытие предприятий, снизилась в ряде моментов административная нагрузка. Все-таки это процент обеспечения выполнения контрактов, упрощение подключения к сетям и улучшение условий торговли. Ну, вот таким образом Россия где-то поднимается. А теперь оценка доступности наиболее востребованных федеральных мер поддержки в регионах Привозского федерального округа. Здесь доступность наиболее востребованных мер ниже, чем в среднем по стране. Вот посмотрите, если доля предпринимателей, которые отметили меру, как подходящую им вот в ПФО 22, субсидии на заработную плату, вот, а доступность оценена вот таким образом, то есть ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Но вы знаете регионы, которые входят в Привозский федеральный округ. Значит, продление сроков сдачи налоговой отчетности вот тоже здесь присутствует. То есть опять доступность меры востребованности большая, а доступность тоже не самая высокая. Приостановка налоговых проверок востребованность достаточно высокая, доступность тоже вот по России 4,2, а в целом по Привозскому федеральному округу 4. Снижение ставок взносов в фонды социального страхования. Доступность тоже, видимо, не вся. Единственное, что было доступно и получилось в Привозском федеральном округе, это списание платежей по налогам и страховым взносам за второй квартал 2020 года. То есть вот здесь это все представлено. Значит, это вот такие цифры. А теперь вот ваша... Что? Где? Регионами Привозского федерального округа приняты комплексные пагеты поддержки бизнеса. Вот здесь таблица, которую надо очень внимательно смотреть, потому что здесь указаны значит, все меры поддержки, которые как бы приняты регионами Привозского федерального округа. Я думаю, что не будем мы долго останавливаться. То есть вот здесь есть снижение до минимума, отмена, применение снижения налога. И вот эти все меры по каждому из регионов Привозского федерального округа у нас указаны. Теперь мне бы хотелось остановиться на потенциально интересных для тиражирования региональных мер поддержки бизнеса. Но дело в том, что, конечно, хочется начать с республики Татарстан, где существует программа возмещения затрат субъектам малого и среднего бизнеса, связанных с оплатой услуг, сервисов, с доставкой продуктов, питания, еды, финансовая поддержка предприятий, не входящих в перечень наиболее пострадавших отраслей. Вот в тот самый перечень кодов, о которых я вам говорила, льготные займы, субсидирование ставок по кредитам от срочка арендных платежей. В Ульяновской области это представление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в целях компенсации затрат, связанных с переходом на реализацию товаров онлайн-торговли. Кредиты по ставке 2% на возобновление деятельности. В Чувашии в Чувашии представлены ресурсы, снабжающим организациям о срочке платежа за потребление жилищно-коммунальных услуг для субъектов малого и среднего бизнеса. Также представлены в Пашкортостане это создание региональной фактуринговой компании для выкупа задолженности торговой сети и государственных корпораций перед субъектами малого и среднего бизнеса. Институт бизнес-шерифов обеспечивает индивидуальное сопровождение предпринимателей. Бизнес-шериф это чиновники которые консультируют предпринимателей и оказывают помощь с использованием административного ресурса. Я хочу сказать, что Республика Тарстан об этом не пишет но это все там присутствует потому что у нас нет бизнес-шерифов но у нас есть комитет по поддержке малого и среднего бизнеса. Я думаю, все сотрудники являются определенными бизнес-шерифами. Так как у нас работают все выпускники там, мы прекрасно понимаем что там происходит. Оренбургская область. Реализация максимального объема госзакупок планируемых в 2020 году во втором квартале 2020 года. Пермский край, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях подверженных рисков снижена до 1 рубля в год. Следующий слайд, пожалуйста. Меры поддержки в Татарстане расписаны уже по суммам и по количеству заявок. Ну вот прямая, безвозмездная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день, то есть на сентябрь то есть те цифры, которые нам дал Минэкономики и ОСИ это более 40 тысяч заявок 2,6 миллиарда рублей. Реструктуризация кредита Более 2,2 тысяч заявок 17,5 миллиардов рублей. Кредиты по поддержке занятости под 0,2% годовых. Более 7, практически 7 тысяч заявок 16,6 миллиарда рублей. Льготная программа ипотечного кредитования нового жилья под 6,5% годовых. Более 6 тысяч заявок 15,6 миллиарда рублей. Финансовые меры поддержки МСП Республики Татарстан микрозаймы, поручительства, субсидии более 1000 заявок 2,2 миллиарда рублей. Но практически вот сейчас мы с вами увидим структуру инфраструктуру имущественной поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Следующий слайд, дайте мне, пожалуйста. Значит, когда все говорят о том, что все плохо и все говорят, что очень много закрывается, практически в Республике Татарстан создана инфраструктура имущественной поддержки предпринимательства. 100 объектов инфраструктуры, 1484 президента, 30 тысяч рабочих мест, 80 промышленных площадок, 20 промышленных парков. Ну, как говорят, никогда нет никакого другого времени для занятия собственным бизнесом, как кризис. Так что, может быть, это будет для вас необычно, но сегодня я даже поговорю о том, что вы должны задуматься о том, что когда валятся, кажется, отрасли, а почему бы не открыть такой бизнес, который бы вас продвинул и сделал еще состоятельнее. Давайте дальше. Ну, здесь как бы представлена инфраструктура имущественной поддержки предпринимательства в Республике. Вот здесь, конечно, показана электронная торговля. Вообще, Республика Татарстан как бы является одним из пионеров в России по развитию электронных всех вещей. У нас, в общем-то, я думаю, что мы одни из первых, кто занялся внедрением цифр в управленческий процесс в Республике, и в том числе в различные управленческие моменты. И вот здесь очень сильно развитие онлайн-торговли, электронной торговли сделано в Республике Татарстан. Вот это здесь представлено строительство, то есть строительство складских комплексов в нашей Республике. Это и для Казани-Эспресс, и для Озона. Вот строительство логистического комплекса Казани-Эспресс на миллиард рублей инвестиций. Вот четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года это внедрение других строительных комплексов. То есть развитие электронной торговли дало определенный толчок в развитии определенных видов бизнеса. Так что я думаю, что если работать курьером, здесь будет очень хорошая зарплата. Значит, а теперь динамика численности занятых в малом и среднем бизнесе. Вот на цифры посмотрите в тысячах человек. Республика Татарстан и Российская Федерация. Я даже вслух не хочу их произнести. То есть это говорит о том, то есть если 18 тысяч 962, то есть 18 миллионов это Российская Федерация, то достаточно большая часть это Республика Татарстан. Темпы прироста практически 100%. Ну, большие. А вот динамика регистрации самозанятых в 2020 году. Это когда все говорят, что все плохо. Предпринимательский климат Республики. Просто очень внимательно посмотрите. 1 января, на 1 января, на 1 февраля, потом 1 марта, 1 апреля и 24 сентября. Пожалуйста. Вот это нас, конечно, могут коллеги из других регионов обвинить, может быть, в излишнем оптимизме, но это цифры Республики, говорящие о том, что исходя из тех средств поддержки, которые были созданы и уже применены в Республике Татарстан. То есть, как бы, бизнес самозанятых у нас растет. Я немножечко хочу рассказать о предпринимательском климате и потом поговорить с вами. Я все-таки жду, что у вас будут вопросы. Ну, здесь я привожу таблицу «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для студентов и выпускников вузов». Ну, во-первых, есть микрофинансовый продукт «Старт». Здесь и описание есть. Значит, цель, то есть от 100 до 500 тысяч рублей, то есть обоснование на предпринимательские цели от 3 до 24 месяцев. Здесь по ставке ЦБ в зависимости от обеспечения, в зависимости от суммы. Затем есть такая мера, как представление услуг, по сертификации продукции МСП на сумму до 300 тысяч рублей, представление услуг по участию в выставках на территории России на сумму до 100 тысяч рублей, представление услуг по размещению на электронных торговых площадках. Они даже телефон свой представили, комитет по поддержке малого и среднего бизнеса, малого и среднего предпринимательства. И следующий момент. Значит, я хотела бы сказать, что в республике Татарстан практически созданы очень хорошие условия для развития малого и среднего бизнеса. И в республике создана группа, которая ежедневно мониторит развитие, создание, развитие этих предприятий. То есть я даже хотела бы поблагодарить тех, кто принял участие в этом опросе, в подготовке этих материалов. Потому что все наши выпускники магистратуры Казанского федерального университета, я еще раз говорю, они все работают в Министерстве экономики республики Татарстан, призывают вас заняться бизнесом или просто прийти к ним работать у них в комитете по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, значит, следующий слайд давайте. Ну, последний, самый красивый слайд. Значит, это те вещи, которые я хотела бы рассказать о той ситуации, которая есть. Значит, я жду вопросов, прежде всего, от коллег и жду вопросов от студентов. Что я хочу сказать по поводу дистанционного образования? С одной стороны, оно мне очень понравилось. Ничто так не дисциплинирует преподавателя, как онлайн-образование. Мы не можем опоздать. Мы не можем не подготовиться. Мы не можем не ответить на вопрос. Потому что если вы нам показываете свои картиночки, то мы-то не можем скрыть своего лица. И мы всегда с вами на связи. Сказать, что это будущее образование, нет. Я с этим категорически не согласна. Я считаю, что образование будет гибридным в чем-то. Но правильно ответил один из ваших коллег. Наш выпускник, студент года России. Правильно я тебя называю? Правильно. Ладно. Ну, наш же выпускник. Надо-надо. То, зачем мы приходим в ВУЗ, помимо знаний, это, наверное, вот то общение, которое мы здесь получаем. Конечно, дистант, конечно, онлайн не дает того общения, той теплоты, того кайфа во взаимоотношениях между людьми, который дает живое общение. Да, его не будет. Да, его нет. Но дистант решит очень многие проблемы в проведении каких-то решений части вопросов, в самообразовании человека. Дело в том, как человек будет учиться, это ведь дело организации человека. Человек может ходить только на занятия, но не закончить университет. Он может не ходить на занятия, но закончить университет. Дело в том, что вопрос получения образования это вопрос самоорганизации человека. Получение тех или иных знаний это тоже вопрос организации человека. Порой мы с вами представляем учебный процесс как цикл определенный, что надо прийти, сдать, то есть выучить и сдать. Учебный процесс сам по себе намного многограннее. То знание, которое получится, вот вы, кажется, сдали этот предмет, поставили галочку, у вас галочка стоит или в зачетке, или там в электронной уже зачетке, и все, вы простились. Нет. Вам кажется, что вот вы ночь там прозубрились. Нет. Оно вернется. И вот эти закладки, которые происходят в течение определенного количества лет на бакалавриате, двух лет в магистратуре, трех лет в аспирантуре, они откладываются. И совсем заменить просто образование невозможно. Почему, еще раз отвечу, это не заочное образование, дистант. Еще раз. Хотя это не относится к теме лекции, я понимаю, что здесь, помимо того, что нас слушают коллеги из других вузов, здесь присутствуют студенты. Почему это не заочка? Заочка не совпадает с количеством лет обучения научным. Мы вам пытаемся весь тот набор, скажем так, образовательных, всех единиц дать в тот момент, который вам надо получить. Да, вам тяжело. Да, у вас нет. Вам сложно. Но с другой стороны, где-то легче. Вы же на работе можете подключиться. Сейчас мы все вдруг нашли всех студентов, которые работают. И они все присутствуют у нас на занятиях. Не присутствуют только официантами, кто работает. Ну, неудобно им подключаться. Но они включают, свою картинку ставят и слушают то, что говорит им преподаватель. То есть момент получения знаний стал проще, доступнее, интереснее. Вы стали телефонами пользоваться не только для того, чтобы отправить смс-ку, сфоткаться, что вы кушаете в кафе и как вы танцуете в ночном клубе. Но вы, в общем-то, слушаете нас. Мы вам присылаем ссылки на наши же лекции, на интересные лекции. И у вас процесс образования становится интереснее. Я считаю, что одно другого не заменят, но немножко видоизменят. Вы сами станете уже по-другому говорить. Мы уже привыкли созваниваться в WhatsApp, созваниваться в группах в Telegram. Мы уже можем общаться так со всеми ребятами, кому надо дать консультацию. Мы уже знаем, что не обязательно давать телефон преподавателю. Можно просто написать ему в Teams или просто в какую-то группу. И это больше разгружает личное пространство каждого из нас. Поэтому это другая специфика, это другой уровень взаимоотношений вообще. Другой уровень, другое качество. И сказать, что вот эта заочка, все это, это неправильно. Это неправильно. Просто мы пока не понимаем, что мы вышли просто на другой уровень развития образования. Вот и все. А пандемия, она может быть и не закончится в 2020 году, в 2021 году. Но образование же необходимо, теплом же надо защитить. И мы очень многому научились. Поэтому я считаю, что гибрид, скорее всего, это будет совмещение всех методов. Но, конечно, еще раз говорю, ничто не заменит кайфа личного общения. И человеческого общения в том числе. По предпринимательскому климату где? В Республике Татарстан? В Республике Татарстан. Ну, про Республику Татарстан я могу сказать только хорошо. Потому что, если у нас не будет большого такого глобального роста самозанятых, то вообще в Татарстане с учетом мер поддержки малый и средний бизнес будет развиваться. и будут оказываться дальше меры. Как бы то ни было, о каком бы дефиците бюджета не говорил сегодня на комиссии по бюджету министр финансов Республики Татарстан, то я хочу просто сказать, что немножечко вот такую справку. Сегодня состоялось заседание комиссии по бюджету, налогам, предпринимательской деятельности Госсовета Республики Татарстан. И там рассматривался проект бюджета Республики Татарстан, коррекция бюджета. Выступали два министра, министр финансов и заместитель министра экономики. И сделано все и представлены все меры, несмотря на сложности, чтобы поддержать малый и средний бизнес Республики Татарстан. По самозанятым есть определенные меры поддержки. Часть из них мы представили, но если человек хочет зарегистрироваться, он должен обратиться в Комитет по развитию малого и среднего бизнеса. Я думаю, что ему укажут. Я думаю, что суммы поддержки как раз зависят от сферы деятельности самозанятых. Вопрос бизнес-идеи очень интересный. Здесь есть несколько векторов развития. Можно, конечно, ее, скажет, ее можно облачить в красивый текст и защитить теплом. Можно ее в дальнейшем монетизировать. Но дело в том, что то, что мы пишем в дипломе, не всегда соответствует плану бизнес-идеи. Дело в том, что Казанский федеральный университет скорее всего будет организовывать вот парк, где у нас будут развиваться малый и средний... Как это правильно сказать? Да, технопарки. И вот те ребята, которые имеют определенную бизнес-идею, я думаю, что в технопарк, когда мы уже приведем это в соответствие, можно там. А так, по бизнес-идее, я думаю, что вообще я бы дала такой совет. В Казанском федеральном университете есть центр информационных цифровизации информационных трансформаций, который находится в нашем здании. Эта команда работает, и они принимают любые бизнес-идеи. Конечно, они технари. я думаю, что им больше импонируют идеи что-то произвести, что-то сделать, какие-то программные продукты. Что-то продать, это, наверное, в нашем духе. Но я думаю, что здесь могут быть несколько моментов. Леонид Иванович, надо отвечать следующим образом. Во-первых, надо обратиться к научным руководителям. Если научный руководитель не скажет, у нас есть проректор по инновациям, который Пашин, который декан нашей открытой школы открытых инноваций. Надо прийти туда и сказать, что у меня есть такая бизнес-идея. У нас есть очень много структур в университете, которые вас могут поддержать, помимо комитета по развитию малого и среднего предпринимательства. Если уже вас вообще так складывается, что вас никто не принял, приходите к нам, мы что-нибудь вам придумаем. То есть, у меня нет другого ответа, просто в самом деле по университете очень много структур, которые могут вам помочь свою бизнес-идею привести в действие. Но что вы сами вкладываете в понятие бизнес-идеи, это надо поговорить. Ну, во-первых, в Татарстане очень... Ну, во-первых, мы очень гордимся, что это третий город в России. Казань стала третьим городом в России. И цены на жилье тоже третьи в России сейчас стали. Это так, чтобы вы знали. Вот один статус, другие показатели тоже повышает. Ну, я уже показывала, вот можно вернуться к этому слайду, можно попросить вот эти площади у нас, инфраструктуры, вот они. Стоп. вот. То есть, ну, как бы, это вот инфраструктура имущественной поддержки предпринимательства. Дело в том, что мы знаем несколько видов бизнеса, которые именно ушли из республик. К примеру, мы знаем все сернурский сыр, если вот кто знает, кто не знает. Они из Марийки перешли в республику Татарстан. Это вот такой самый показательный. И в Марийской республике их никто не знал. И когда я вдруг, покупая этот сыр, уже не один год узнала, что они, оказывается, я говорю, как вот так стало понятно, что вас знают все. А потому что, говорят, мы в Татарстан перезарегистрировали. То есть, продукция, то у них колхоз, это сельскохозяйственное предприятие, естественно, у них в Марийке, но они зарегистрированы в республике Татарстан, исходя из того, что здесь более лучшие условия для развития малосреднего бизнеса. Но я хочу сказать, что, наверное, второй волны в том виде, в котором была первая, уже не будет. Я так считаю. Может быть, я не права. Наверное, все-таки, являясь доктором экономических наук, я примерно понимаю, что если будет вторая волна пандемии, и мы на полтора-два месяца закроемся, то экономика этого может не выдержать. И даже бюджеты самых успешных республик этого могут не выдержать. Потому что у каждой успешной республики и есть обязательства перед Россией. И эти вещи как бы не надо снимать со счетов. И я могу сказать, что второй... Ну, я еще раз повторю, я такой очень великий оптимист. Я считаю, что мы будем выходить уже по-другому. То есть в той второй волне, которая есть, мы будем работать, но очень осторожно. Применяя, если будет необходимость, я думаю, что министерства наши будут рассматривать те моменты, которые есть, но такого закрытия уже не будет. Может быть, закроются кинотеатры, может быть, уже сейчас ограничивается где-то в каких-то регионах, не в Татарстане. Посещение ночных клубов и ресторанов, и кафе, особенно в вечернее время. Но в Татарстане пока нет. Я помню, когда открылись кафе, по-моему, на летних верандах надо было записываться за 3-4 дня, потому что люди так устали быть дома, что им очень хотелось заранее записаться на ту или иную площадку и веранду. Я думаю, что, во-первых, сама по себе зима немножечко что-то изменит, и первый снег, который сегодня выпал в Татарстане. Но в том виде второй волны, которая будет, нет. Я думаю, я вот в этой ситуации призываю нас просто беречь себя, потому что, если мы в первую волну не понимали того, что происходит, и скептически относились к маскам, то сейчас надо просто этот скептицизм убрать и просто соблюдать меры собственной безопасности и поберечь себя. А так, я думаю, что республика, если бизнес существует, он востребован, республика поможет. Ну, во-первых, сокращение, о чем мы не говорили, это нефть, это по соглашению ОПЕК+. Вся нефтянка, естественно, сократилась. Затем, падение в республике Татарстан у нас в химической промышленности, в машиностроении. Вы видели сокращение, вот когда отрасли были, можно вот отрасли поставить, там есть сокращение электроэнергии, то есть это такая, ну, как бы энергетическая отрасль, естественно, она связана с падением деловой активности, особенно в весенние месяцы. ну, а рост мы видели где, то есть как бы, вот, а вот эти виды деятельности, то есть нефть, как бы мы не давали рост вот по производству пищевых продуктов, то есть если у нас упала добыча, вот она у вас тут есть, производство древесины, вот производство, вот видите, машиностроение падает, автотранспортные средства, прицепы, и снижение электроэнергии газом, и вот водоснабжение. Но вот эти все снижения, они дают, как бы, 50% промышленного производства. Я думаю, что именно в процесс пандемии кто-то куда-то не платил только по одной причине, что каждый хотел сохранить оборотку для своего собственного развития. И если были не платежи в те или иные моменты, к сожалению, мы все со стороны крупного бизнеса, крупный бизнес берег деньги для себя, думаю, что их... Я думаю, что каждого, кто не доплатил, еще налоговая в республике и наш выпускник Марат Адипович еще оштрафует. Вот так что это все впереди у них. А то, что касается неплатежей дальнейших, я могу сказать одно. К сожалению, пандемия показала другие вещи. То, что мы не умеем планировать и расходовать свои средства. И сейчас хочется немножко сделать необычный поворот в область финансовой грамотности. Здесь сидят, как правило, выпускники экономических специальностей. Магистратуру вы уже один диплом имеете. Значит, кто-то второй, третий диплом имеет. Дело в том, что я думаю, что основной итог пандемии заключается в том, что каждый из нас должен задуматься о том, как он будет планировать свою жизнь и прежде всего свои финансы. Просто есть такой момент, что когда предприятие экономит оборотку, зная, что оно его, что нарастит средства, это один момент. А когда человек живет и думает, что ладно, потом придет зарплата в определенный день, и зарплата не приходит, вот тут каждый из людей должен задумываться. И я думаю, что помимо того, что пандемия изменила отношения и заставила задуматься, с тем ли мы живем, с той ли мы живем и там ли мы живем, наверное, заставила нас всех задуматься о том, правильно ли мы расходуем свои средства. Мы можем что угодно говорить, вот да, ладно, есть республика Татарстан, которая помогает, но я, например, иногда задумываюсь, а почему мы всем должны помогать. То есть, ну как бы это очень хорошо, что мы поддерживаем, что есть возможности, а почему каждый человек, создавая бизнес, надеется только на то, что придет откуда-то помощь. Почему создавая бизнес, человек не задумывается над тем, что может быть провал. Вот сегодня в 10 очень хорошо на Марксфесте выступал Донат Мухамедшин, который говорил о том, что он то есть он создал очень много кафе, вы их многие знаете, это и покешная, и там, и многие эти вещи, которые вы пользуетесь этим даже больше, чем мы преподаватели. Я хочу сказать, что идя в бизнес, создавая бизнес, мы почему-то думаем, что нам светит только золотой Мерседес. Мы никто никогда не задумываемся о том, что любой бизнес это риск, что любой бизнес это потеря. Почему мы думаем только о том, что все, я вложил миллион, а завтра будет три? Кто вам это сказал? Почему, играя на бирже, все думают, что вот я сегодня купил, а завтра я буду миллиардером, а потом, как это, я потерял, государство, помоги мне? Я думаю, что вот здесь надо немножечко поменять сознание людей в том смысле, что вот это момент финансовой грамотности, даже люди, имеющие финансовое образование не задумывается о том, что надо иметь финансовую подушку всегда. Когда меня это мучила мама, я не задумывалась, потом поняла, но все вы знаете заначки мам, заначки там отцов или где-то в книжках, еще где-то, то есть вот эту определенную заначку надо все-таки иметь, и она должна находиться в тех средствах, которые помогут вам выжить. И вам надо молодому поколению задумываться, что если вы начинаете бизнес, не надо думать о том, конечно, хорошо, что вы находитесь в республике и будете иметь бизнес в той республике, где возможно помочь. А если вы приедете в страну, где нет этой помощи, как вы будете здесь жить? Вы должны научиться жить в любых ситуациях, и мы все должны научиться жить в этих ситуациях, которые кризисы не закончатся. Сто лет назад была чума, и вся Европа просто выставлена чумовыми столбами. Мы просто никогда не акцентировали на этом внимание, потому что у нас был 17-18 год, Россия менялась, в России была революция, все вообще забыли о чуме, которая была в Европе впоследствии Первой мировой войны, о том, что миллионы людей умерли, покошены практически в результате Первой мировой войны, об этом мало кто говорит, хотя написано очень много книг, о которых все вспомнили в пандемию, очень много исследований, но они как-то отошли на второй план. Просто жизнь, она как бы не только белое полотно, оно состоит от того, что жизнь, она дает очень много трудностей, и даже если у нас приходит пандемия, я еще раз говорю, порой мы не видим тех, кто рядом, мы неправильно видим тех, неправильно сложили так жизнь, что мы не с теми, с теми, кто с нами рядом. Нам надо что-то найти другое. Помимо всего этого, нам надо найти себя в этом мире и сделать себя в этом мире. Малый и средний бизнес – одна из возможностей сделать себя. Малый и средний бизнес дает возможность подняться, пойти дальше и развиваться на основе того образования, которое вы получите в этих стенах. И я думаю, что в любом случае каждый человек должен всегда знать, что жизнь, как и ладонь, как ручка, это два конца. Острый и тупой. Острый бьет больнее. Но вы должны быть готовы к любому моменту. Когда-то я смотрела один детектив, где киллер рассказывал, что можно использовать любой момент для убийства. я тогда никогда не думала, как можно использовать ручку или карандаш. С одной стороны, это средства труда преподавателя. С другой стороны, это то, чем вы подписываете финансовые документы. С третьей стороны, это элемент тоже может быть использован киллером для убийства человека. Так что это? Так вот, каждый из вас в жизни должен на этот вопрос ответить сам, ребята. Какой бы кризис не был, какие бы меры помощи не были, если вы сами не заточены на то, чтобы быть успешными, на то, чтобы пробиваться, на то, чтобы достигать, никто никогда из вас не сделает миллионера. И никогда у вас не будет белого Мерседеса. У меня все. мерседеса. Продолжение следует...